Исполнение бюджета НАУ в начале 2017 года идет напряженно. Расходы превышают доходы. На минувшую неделю в окружную казну поступило 20 миллионов 800 тысяч рублей. Израсходовано более 146 миллионов. Львийную долю средств, порядка 90 миллионов, направили на зарплаты. Более 30 на социальные выплаты. Низкое поступление доходов в казну региона – типичная ситуация для начала года, отметила в беседе с журналистами вице-губернатор Татьяна Лагвиненко. Сегодня она провела брифинг для местных СМИ. Традиционно финансовый год регион начинает с переходящими остатками. Если в 2015 году они составляли более 1 миллиарда 800 миллионов рублей, в 2016 – 358 миллионов, то в текущем году на январь перешли всего 67 миллионов. Подушка не самая мягкая, но, по словам Татьяны Лагвиненко, это не самое печальное начало года. Крупных поступлений в окружную казну в январе традиционно не предвидится. Первый налог на прибыль и НДФЛ поступят только в апреле. Вместе с тем, в первом квартале 2017 года планируются доходы по Харьягинскому соглашению о разделе продукции. С прошлым годом СРП мы в первом полугодии вообще не получали. То сейчас, по прогнозу, они предполагают нам перечисление. По словам Татьяны Лагвиненко, ни о какой конкретной сумме речи сейчас не идёт. Объём поступлений будет зависеть от курса и цены на нефть. Напомню, бюджет 2017 и последующих годов верстали, исходя из цены нефти марки «Юрлс», в пределах 40 долларов за баррель. С начала года цена на нефть не опускалась ниже отметки в 53 доллара за баррель. Этот бюджет 2017, 2018 и 2019 годов сформирован более реально, достоверный бюджет с точки зрения доходов. В этом плане нам легче, что мы не даём каких-то излишних обещаний, мы не планируем, допустим, излишних трат. Но опять же, надо говорить о том, что в бюджете есть определённый, так сказать, скрытый дефицит, когда у нас не полностью запланированы субсидии по ЖКХ, поэтому нам в любом случае нужно изыскивать дополнительные источники. Стоит отметить и тот факт, что по сравнению с 2015 годом расходы бюджета сокращены на 6 миллиардов, с 2014 – на 4 миллиарда. Доходы окружного бюджета на 2017 год запланированы в объёме 12 миллиардов рублей. Расходы – 12 миллиардов 800 миллионов. 800 миллионов – это дефицит, который покроется за счёт привлечения кредитов. Напомню, предельный размер госдолга в НАО – 4 миллиарда 100 миллионов рублей. Фактически, госдолг сегодня равен 3 миллиардам 600 миллионам рублей. По параметрам мы предполагали, что у нас должно быть на 1 января 2017 год госдолг 3 миллиарда 300, но 300 миллионов в декабре мы не покосили, потому что обеспечивали зарплату и расчёты учреждений. Поэтому на сегодняшний момент мы будем изменять параметры, выходя на сессию. Несмотря на все сложности, расходные обязательства перед населением будут выполняться в полном объёме. Такие приоритеты поставлены губернатором Неницкого округа Игорем Кошиным. Это прежде всего зарплата, социальные выплаты, коммунальные плачежи. Но эти приоритеты были в прошлом году. В этом году администрация НАО намерена продолжить работы по привлечению в округ федеральных средств. Также Департамент финансов и экономики НАО прорабатывает вопрос с Минфином по замещению коммерческих кредитов казначейскими, что позволит сократить расходы на обслуживание госдолга.